Впечатления неоднозначные. Мало создаем в атаке. Для меня это первое впечатление. Несколько лучше была организация игры по обманительным действиям. По противодействию сопернику. А вот в атаке, это конечно и более сложное, а в атаке пока плохо получается. Друзья, вопросы? Почему Воробьев в стартовом составе не выходит, а Вы его выпускаете на 20, как сегодня на 30 минут? Ну, потому что, учитывая график нашей последней игры, сыграли через три дня вторая игра, через три дня Владивосток и третья игра. Через два дня в Белгороде еще игра и через три дня сейчас игра была пять игр. Поэтому невозможно одним стартовым составом проводить такой насыщенный отрезок. Необходимо распределять нагрузку, необходима ротация. И, например, в Белгороде это сработало. Еще вопросы? Колян сегодня ушел и через паузу хлеборода вышел. То есть, был какой-то момент, показалось, что Вы 4-4-2, 4-5-1, а потом опять 4-2, да? Так, как-то через паузу нападающего второй. Почему? Нужно было там уже не столько в этой схеме было базовое дело, сколько там, понятно же, кто все-таки участвует в атакующих действиях в большей степени, и кто больше в оборонительных, поэтому и Хлебородов вышел с заданием атаковать в первую очередь, и активным быть в середине поля, помочь, выиграть ситуацию, инициативу. Задача у него была такая. Справился ли он с ней? Не сказал бы. Яковлева, насколько довольного? У него сегодня в первом тайме какой-то запредельный процент брака был, во втором немножко как-то… Ну, на Яковлева, кстати, выпала большая нагрузка во всех этих матчах, он много играл. У нас не было возможности на этой позиции его подменять. С одной стороны, с другой стороны, все-таки всегда должна, мы должны всегда учитывать, что он обладает определенным мастерством, и набрав форму, мы должны, я думаю, все это увидеть, когда он будет уже лучше других наших игроков разбираться с ситуациями в атаке. Пока он на морально-волевых играл этот матч, видно было, что восстановиться не успел, потому что, я еще раз хочу сказать, на него нагрузка выпала большая. Сегодня Петрусев отыграл весь матч, как вы оцениваете его? И форму, и игру? Петрусев приехал к нам подготовленным, и я думаю, все видели, что с характером все в порядке, и с умением тоже все в порядке. Да, он у нас в Белгороде играл, где-то полтора, наверное, таймер, два дня назад, вернее, три дня назад. И сегодня он уже выдержал полный матч, потому что игровой практики он все-таки некоторое время не имел, и ему, как на груди, это было необходимо. Но я думаю, что следующие матчи он уже еще увереннее будет проведать. Все-таки, да, 10-й матч, сегодня было 4 забитых мяча в таблице, из них один автогон. Вот такое ощущение со стороны, извините, но вот команда полузащитников, все могут создать, но никто не может завершить. Учитывая то, какую возможность комплектования мы имели, не совсем, видимо, получилось найти нападающего, правда, забивного, так скажем. Правда, все команды таких нападающих ищут, и далеко не у каждой команды есть игроки, которые его полностью устраивали. Это дефицитная позиция, у нас она тоже в дефиците. Еще вопрос. Сегодня Дмитриев начал в опорной зоне, потом поднялся, но был заменен. Не является ли он той, как говорится, силой, той гирей на чашу весов, которая могла бы переломить, его мог завершить? Ну, Дмитриев не играл в опорной зоне исключительно. У него было задание при обороне опускаться в опорную зону, потому что соперник начал играть 4-3-3. И поэтому к тройке нападающих два фланговых полузащитника активно выдвигались, заполняли середину. Получалось, против 4 наших защитников и опорника также 5 игроков, 5-5. Поэтому для более надежности у нас Дмитриев должен был отходить назад, а когда мы владели мячом, он должен был двигаться вперед. Насколько у него это получалось сказать, по горячим следам обычно сложно, тем более со скамейки я вам скажу. Мало что видно, чем если бы наверху на трибуне сидеть. Поэтому я предпочитаю не вешать ярлыки ни на кого из ребят, а сначала надо проанализировать хорошенько, посмотреть видеозаписи и разобраться, то все ли то делал игрок, выполняя задание, которое было дано. Но Дмитриев у нас, в общем-то, достаточно активен был. И заменил я его не потому, что он плохо играл, а потому что хотелось освежить ребят, достаточно приличную нагрузку за этот период времени. Просто так слетать я в Владивосток хотя бы, да еще до Москвы на автобусе проедете. Посмотрю потом, какое состояние у кого будет. Но это я не к тому, что я не жалуюсь ни в коей мере. Я хочу сказать, что я ребят понимаю, с одной стороны. Но с другой стороны, они сами выбрали такую профессию. Бывают сложные периоды, и это нормально, чтобы преодолевать трудности. Василий Васильевич, ну, исключительный вопрос. И тематчевая серия сегодня закончилась, первое очко. Вопрос, за эту неделю можно поговорить о том, что будет стабильность в составе? Потому что ротация постоянная, так сказать. Да, она и нужна, ротация. Вы как одним составом-то хотите играть в таком количестве игр? Это невозможно, это просто нереально. Есть позиции, которые предполагают большой объем работы. И если мы не имеем возможности взаимозаменяемости игроком, у игроков, то мы просто загоним нескольких игроков в такую яму физическую, что они потом месяц оттуда не выберутся. Ротация – это нормально. Без нее невозможно в первом дивизиале. Тут вопрос сыгранности второй, да? Сыгранность. Так сыгранность откуда возникнет мгновенно? Конечно, вопросы пока были выживания, честно говоря. И сейчас какой недельный цикл? Сейчас пять дней будет до следующей игры. Сейчас, дай бог, ребятам передохнуть, восстановиться. Это вот уже следующие циклы пойдут, когда можно будет заняться, да, действительно, помимо улучшения физического состояния, заняться и сыгранностью, взаимодействием, взаимопониманием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова